Этот марафон в нашем городе проводится ежегодно с 1981 года. Любители лыжного спорта съезжаются с разных регионов Десногорск. С раннего утра проходит регистрация участников. Участвовал около пяти раз. Правда, последний раз именно лыжный, это было 9 лет назад. На мой взгляд, когда не получалось, когда была не очень хорошая погода. Ну а здесь покажет лес, мороз, надеюсь, солнце. Мы приезжаем уже, наверное, пятый раз. Пропустили два года только. И на самом деле для нас из Брянска стала гонкой уже традиционной. Наверное, в первую очередь своей атмосферой дружелюбной, такой дружеской. Хорошей организацией. Ну и просто, на мой взгляд, хорошей пропагандой именно любительского спорта. Поддерживать традиции, участвовать. То есть, в принципе, каждый год не пропускать. Хоть сейчас в этом году и часто катался, но тем не менее решил все равно поучаствовать. Перед стартом участников поприветствовал глава Десногорска Андрей Шубин, который в этом году и сам решил принять участие в марафоне. Данный спортивный марафон совпал с Днём защитника Отечества, со столетиям празднования, со дня образования Красной Армии. Ну и приобщаемся к здоровому образу жизни. Когда-то очень давно, ну лета, так сказать, 20 назад, да, мы тоже активно принимали участие во всех спортивных соревнованиях, бегали, прыгали. Ну, я думаю, что сейчас пришло время вспомнить, так сказать, молодые годы и принять участие в данном марафоне. По уже сложившейся традиции участники стартуют от физкультурно-оздоровительного комплекса Десна-Бегом. Преодолев дамбу, одевают лыжи и становятся на проложенную организаторами трассу. Чудесная зимняя погода в этом году позволила собрать свыше 80 участников марафона 100 километров за 24 часа. Сейчас участники в данный момент одевают лыжи и идут в направлении святого источника. Принять участие в марафоне прибыли лыжники из Смоленской, Брянской и Московской областей. Возрастные категории имели большой разброс. Подростки до 16 лет и спортсмены солидного возраста. Дистанцию 4 круга по 25 километров классическим стилем. Первым среди мужчин в категории от 22 до 35 лет прошёл десногорец Евгений Фёдоров. Вторым в этой категории пришёл работник Смоленская С. Виталий Чванов. У меня хорошее настроение, отлично. Среди участников от 14 до 16 лет, прошедшими 50 и 25 километров. Победителями стали десногорские спортсменки, воспитанницы лыжной секции, под руководством тренера Алексея Шлыкова, Анастасия Полторак и Анна Переходкина. Победителем среди участников младше 14 лет, прошедших 25 километров, стал Дмитрий Потапов. В этом году сверхмарафонцев 6 человек, среди них дистанцию 125 километров, преодолел десногорский лыжник Вадим Шубарев. Все участники соревнований получили свидетельство, а победители и призёры 38-го лыжного марафона 100 километров за 24 часа были отмечены грамотами и ценными подарками от Смоленской атомной электростанции.